Мне кажется, я могу предложить вам другое решение. Вы когда-нибудь слышали об Антее? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем больше она ела, тем быстрее росла, тем голоднее становилась. Многое теперь ожило в ее памяти. Когда-то она съела планету, потом направилась к ближайшей звезде и сожрала ее, насыдев клетки энергии для дальнейшего путешествия. Но больше пищи поблизости не было, а следующая звезда горела безумно далеко. Масса была превращена в энергию в полетах и растрачена на долгом пути. Она стала безжизненной скорой, бесцельно летящей между звезд. Так было. Но только ли это было? Ей казалось, что она припоминает гораздо более ранние времена. Ей чудились вселенные той поры, когда они были еще равномерно наполнены звездами. Она прогрызала целые звездные коридоры, росла, разбухала. И звезды в ужасе шарахались в сторону, сбиваясь в испуганные галактики и созвездия. Или ей это все приснилось? Методично она пожирала землю, удивляясь, куда же делась богатая, сытая пища. И вот пища снова была здесь, возле нее. Но на этот раз сверху. Она ждала. Но мучительно притягивающая еда оставалась недосягаемой. О, как ясно она ощущала, насколько эта еда чиста и питательна. Почему она не падает? Наконец пиявка поднялась всей своей громадой и устремилась к ней сама. Еда улетала от поверхности планеты. Пиявка последовала за ней. Мучительно сладостный, дразняющий кусок улетал в космос, и она следовала за ним. Но в космосе она ощутила близость еще более богатого источника еды. Субтитры создавал DimaTorzok О, Дон Молл разносила еще одно шампанское. Официальный обед должен состояться позже, но пока необходимо отметить победу. Предлагаю выпить торжественно произнес генерал. Все подняли бокалы. Этого не сделал только лейтенант за пультом управления и полетом ракеты. За профессора Майк Хилла. За то, что он придумал, как его... Скажите-ка еще раз, Майк Хилл. Антей. Майк Хилл медленно пину шампанское, но чувство восторга он не испытывал. Антей, рожденный геей, богиней земли, от Посейдона, бога моря. Непобедимый богатырь. Каждый раз, когда Геркулес бросал его на землю, он снова поднимался полный новых сил. Пока Геркулес не оторвал его от матери. Мариант что-то промотал себе под нос, быстро перебрасывая движок в арифмической линейке и что-то записывая. А Линсон молча пил, но и он не выглядел очень веселым. Поехали, что же вы накоплились? Вот он его наливал еще и еще. Потом досчитайте, бросьте. Сейчас надо выпить. Он вернулся к оператору. Как там дела? Мысли Майк Хилла вернулись к ракете. Снаряд с дистанционным управлением до отказа набитый радиоактивными веществами. Он висел над пиявкой, пока она не последовала за ним, поддавшись на приманку. Альтей оторвался от матери земли и начал терять силы. Оператор так вел космический корабль, что тот все время был поблизости от пиявки, но в то же время она не могла им завладеть. Корабль и пиявка летели навстречу Солнцу. Отлично, сэр, отрапортовал лейтенант. Сейчас они уже внутри орбиты Меркурия. Господа, сказал генерал. Я поклялся разнести всю эту штуку. Другим, более прямым способом, но это не важно. Главное уничтожить. Разрушение иногда священное дело. Сейчас это именно так, господа, и я счастлив. Поворачивайте корабль, закричал друг Мариарти. Он был бледен, как снег. Поверните эту проклятую ракету. Он потрясал перед их глазами листами с цифрами. Цифру легко было разобрать. Скорость роста пиявки. Скорость потребления ею энергии. Рост энергии, поступающей от Солнца, по мере приближения к нему. Она сожрет Солнце, спокойно произнес Мариарти. Комната превратилась в ад. Все шесть разновременно пытались объяснить Удонулу, в чем дело. Потом Мариарти пытался один, и, наконец, Аленсен. Она так быстро растет, а скорость ее такая маленькая, и она поглощает так много энергии, что когда она доберется до Солнца, размеры позволят ей с ним справиться. Или, по крайней мере, расправиться, позабыв, побыв перед тем некоторое время с ним рядом. Удонул повернулся к оператору и скомандовал «Заверните их». Все в напряженном ожидании застыли перед экраном радара. Раздался вздох облегчение. Опасность была слишком реальна. «В какой части неба они сейчас находятся?» – спросил Удонул. «Думаю, я смогу вам показать», – сказал астроном. «Где ты?» «Вон, в той части», – показал он рукой, подойдет открытые двери. «Превосходно. Лейтенант» – Удонул обернулся к оператору. «Давайте». Ученые остолбенили от неожиданности. Оператор поколдовал над культом, и капля начала догонять точку. Майкхилл двинулся было через комнату к культу. «Стоп!» – рябкал генерал. Его командирский голос остановил антрополога. «Я знаю, что делаю. Корабль специально для этого выстроили». Капля на экране догнала точку. «Я поклялся уничтожить пиявку», – сказал Удонул. «Мы никогда не будем в безопасности, пока она жива», – улыбнулся. «Не посмотреть ли нам на небо?» Генерал направился к двери. Молча все последовали за ним. «Нажмите кнопку, лейтенант». Оператор выполнил приказ. Все молча ждали. В небе появилась яркая звезда. Ее блеск рассеял ночь. Она росла. Потом стала медленно гаснуть. «Что вы сделали?» – выдохал Майк Хилл. «В ракете были водородные бомбы», – торжествующим голосом пояснил Удонул. «Но как? Есть там что-нибудь на экране, лейтенант?» «Не пылинки, сэр». «Господа», – сказал генерал, – «я встретил врага и победил». «Выпьем еще шампанского, господа, у нас есть повод». Майк Хилл неожиданно почувствовал в Тресной тошноты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Она содрогнулась от страшного потока энергии. Нечего было и думать удержать такую дозу. Долю секунды ее клетки еще сопротивлялись, затем перенасытились и были разорваны. Она была уничтожена, растерта в порошок, раздроблена на миллионы частиц, которые тут же дробились еще на миллионы других. На споры. Миллиарды спор летели во все стороны. Миллиарды. Они ждали пищи. Миллиарды. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok